Мы неоднократно приглашали вас в управление для того, чтобы легализировать вас и поставить на определенные точки размещения. Вам нравится, что мы постоянно к вам приезжаем, изымаем продукцию и вам выписывают штраф? Для собственника незаконной палатки это вопрос риторический. Хозяина скользкого товара сотрудники Потрепрынка знают хорошо. Штраф за нелегальную торговлю для него далеко не первый. Здесь он даже успел обжиться. Обустроил себе навесы, импровизированную раковину и про рекламу не забыл. Мы постоянно совершаем мониторинг нашей территории и на основании выездных мероприятий обнаруживаем постоянно. Как мы видим, здесь они стоят уже очень давно. Даже написали на заборе, грубо говоря, свои телефоны. Вот, надеемся, после таких мероприятий такая торговля будет приостановлена. Еще больше пугают условия размещения. Картофель прямо с асфальтом, черешня с привкусом придорожной пыли. Откуда все это доставлено – вопрос открытый. Что сделать? Документы нет по этому. Надо документы сделать. Разрешение на работу. А как же вы торгуете без документов? Что сделать? Товар привез, надо это продавать. Еще влез. А откуда товар привезли? А? Почему торгуют там, где запрещено оправдание у всех схожее? Не знал, нет документов, нет возможностей. Но, судя по всему, работа здесь окупает даже полученные штрафы. Рядом с местом незаконной торговли была обнаружена вот эта тетрадка, где продавцы записывали свои доходы. Лишь за сегодня им удалось заработать порядка 6 тысяч рублей. Но расходы, точнее убытки, составят гораздо больше. Это конфискация всего имущества. На возврат товара у продавцов есть всего лишь сутки. Затем его утилизируют. Будет ли это уроком, для них покажет время. Но многое в этой истории зависит от покупателей. Приобретать фрукт из дороги или багажника решать каждому самостоятельно. Но важно помнить об ответственности, которую вы несете за здоровье как свое, так и ваших близких.